Там действительно мало вещества, значит и этого мало, просто-напросто мало вещества. Надо не побояться и заложить вещества достаточно. Нет, не перевела, а не дозаложила. Но надо привыкнуть к тому, что масло пишет вещество и вот смотри, вот здесь есть идея отражения, когда есть вещество, смотри, как легко создать эту идею и когда есть вещество, оно прекрасно закладывается. А вот я добавил сейчас, цветнил слегка и появляется идея облаков, причем, ты видишь, красноту добавил в отверстие, появляется идея облаков. И есть что месить, смотри, я даже соплю краски не прогоняю, остается на холсте. А вот наша содержательная часть. Темный угол между двумя плоскостями, да? Темный угол между двумя плоскостями. Частично он отражается, этот угол. Где-то здесь вот таким образом. Смотри, когда есть вещество, как легко с ним работать. Ты просто его не доложила. А у меня постоянно вот эта проблема. Мне как-то не доложить. Да. Мы же привыкли выдавливать сколько красочек? Чуть-чуть, 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 да? Я уже по несколько раз выдавливала краски. Куда она вся делает? Мы такое впечатляем, что мы не понимаем друг друга. Я говорю про вещество, а ты говоришь, я несколько раз выдавливаю. Можно несколько раз выдавить по чуть-чуть. Нет. Опять за свое. Нет, ну я не спорю просто. Ну смирись, смирись. Мне просто понять, что это так тяжело. Мало вещества. А чего же никогда, да? Геометрично. 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 Смотри. Формируется рисунок? Угу. Причем посмотри, как приблизительно, но выразительно. Правда? Так же и светлотики на этом всем. Уже можно какие-то цветики подкладывая. Вот этот набросковый характер. Посмотри, как он звучит. Звучит? Звучит. То есть он звучит архитектурно, да? Но мы при этом делаем не чертеж, не архитектурный проект, не чертеж, а делаем настроение пятен, настроение этой архитектуры. Согласны? Вот в таком духе продолжаешь. И, кстати, о белом. Смотри, там есть еще очень белые места. Особенно, когда у тебя на палитре появится белый. Ты прямо будешь брать, смотри, раз, и у тебя появился свет, да? Свет. Причем я удавил, ты видишь, мастихином вещество, которое я положил. И появился эффект светящегося, да? Удавленная густота белого светится. Эту же густоту, опять же, когда у тебя появится она на палитре, ты будешь и здесь, в таких местах, тоже докладывать и удавливать. Вкусно? Угу. Мерцательно, да? Ну давай. Ужас? Ой. Да не будет этого. Ладно? Угу. Ничего ужасного не произойдет, если будет некоторый перехлест рисунка. Угу. В лучшем случае, ты можешь себе чуть-чуть потом, великатно вот так, помочь вырезанию. Ну еще посмотреть, нужно ли так корячиться. Хорошо? Ну вот так вот рисовать мастихином не надо. Ну ее да. Пусть какие-то лишние движения там сформируются. Пусть, пусть, пусть это будет как будто ты лепила из пласть, из глины это все, а не чертила, понимаешь, пусть оно мерцает, пусть где-то переход не не точный, а какой-то, смотри, даже вот я сейчас, допустим, наметил, наметил, даже добавил вещество, а потом взял и сбил. Ну, чтобы не было такой четкости, избил, чтобы не было такой четкости, ты понимаешь, чтобы мерцательное сохранялось. Здесь мы и вовсе видим потеки, да, поэтому... К этому же надо как-то прийти. Вот копируя экспрессивную живопись, ты приходишь к идее обобщений... Отбора, отбора, который делает художник, понимаешь, он же делает некий отбор, он не все подряд калякалит. Вот и хочется это научиться. Правильно. Как отбирать то, что нужно, и то, что не нужно? Вот смотри, вот здесь оно, в принципе, немножко списывается. Посмотри. Я положил и разбил. А вот здесь не списывается. Дырочка, да? Колоколинки. Чуть-чуть прорисованный, а дальше мутный. Сочетание прорисовыванного и мутного всегда красиво. Некое напряжение тональное. Контраст. Вот в этом месте. Некое напряжение. Оно у него нечаянно произошло. Он оставил, поскольку оно ему понравилось. Это напряжение чуть-чуть поддержано и темным. И светлым. Вот, например, идея пятна. Смотри, оно у него тает. Как бы даже и воздух освещен этим цветом. Ты понимаешь? То есть, как бы, расстаивает. Но в одном месте не расстаивает. И виден намек на чертеж. На какой-то поясок виден намек. Да? Не очень. Ну и там же не очень. Да. Ну вот, учись у него вот этим намеком. Два напряженных промежуточка каких-то. И посмотри, как это все мерцает одно в другом. Вот этому, в частности, надо... Ты понимаешь? Это же красиво? Ну так чуть-чуть приблизительно. Ну и что? Очень крупным не рисуй вот эти вот башеночки. Смотри, они чуть заслоняют подножие вот это. Вот такое что-то там. Ну давай в таком ключе. И вот, кстати, то, что освещено на земле. Вот эти струйки света. Смотри, еще раз. Положила их, удавила. И они стали солнечными зайцами. Правда? Игорь, а можно сразу попасть по конкретному вопросу? Вот дома, когда вот такие вещи делали, вот эти башкорки, здесь красиво, а дома вот он прям вот пусками вот так вот упачкается. Это из-за того, что вот... Мы сегодня с тобой столкнулись с тем, что ты не додала количество вещества. И причем несколько раз не додала. Вот прямо не додала, не додала. Правда? Поэтому постарайся додавать. Вот идея отражения в воде. Вероятно, дождяка, вероятно, отражение. Частично бликует, и нет вертикали, есть горизонтали. Иногда можно и вот так оставить сопельку. Звучит? Ну, все. Есть еще очень красивое пятно, но вот это фонариков. Потом деликатной кистью расчертишь на... на содержание. Лишнее вещество можно вот так удалить. И тоже еще посмотреть, удаляя, не получилось ли чего красивого. То, что оно рассеивается, по-своему это красиво. Правда? Ну, давай так и уже все, что должно быть, переместится. Ну, а там небо заложишь. Прозрачность вот этого пятна. Там, смотри, прямо одно за другим. Может быть, идею или облака, или света врывающегося. А может быть, действительно вот так вот облако туда загнать. нет, лучше просто светом. Ну, нарисуешь вот этот маленький. Вот здесь вот. Вот здесь какая-то архитектурка. И свет на архитектурке. Смотри, свет любит густую красочку. Правда? Может быть, там антенки какие-то. Вот этот элементик здесь прямо тоненькой кисточкой чуть-чуть порисунешь. Там красивый элементик. Вот этот поясок у храма чуть-чуть обозначишь. Темнятинку, смотри, помощнее обозначишь. Можно плюс коричневый. поскольку эта площадь здесь не может обойтись без человека, да? Ага. Самое главное, что густота краски и хотя бы приблизительный силуэт и тень и отражение может быть. Согласен? Вот таких козявочек еще. в том числе может быть даже совсем махоньких там вдали. Чуть-чуть потом кистью пару акцентных звуков дашь все, и готов. Бельбель-берей. Пока не разрешается просто. Что это? Основание. Обычно основание чуть повыше. Либо уже такое монументальное, либо вот такое худенькое. А поскольку это металл, то оно еще и бликует. Сделаешь. У нас, конечно, он не очень-то увлекается вот этим вот. То есть он так отнес все. Чего не нарисовало эти красоты все? Которые там чуть-чуть виднее. Ну, хотя бы так. Потом там какая-то сложная архитектура. Хорошо, что там просто размазано. Отличие. Ну, не знаю, если хочешь где-нибудь еще пару акцентиков, да и... Ну, мне кажется, как-то вот, ну, я не знаю, мне лично вот как-то огласит, это прям... Значит, мутно, значит, мутно. Мешает. Значит, пусть будет мутно. Либо как-то больше пописывать, либо там бьет меня, не знаю. Ну, тогда выписывай. Поднимай. Если знаешь, что там выписывают, поднимай. Стиль. А вот это здесь можно что-то, я не знаю, сделать? Я пытаюсь, пытаюсь, вот что-то... Так вот что-то пытаешься, если там ничего нет, да? Ну, а та пустота какая-то нет, разве? Вот сделай вот такое же, что у него. Бессодержательное пятно. Зачем тебе содержательное пятно? Ну, у нас такая красивая получилась на Пасху. Ну, лишь бы оно нравилось, потому что, если ты будешь знать, что... Либо так хорошо. Ну, вот, понимаешь, что-то там.